Здарова народ, с вами Кирилл Саакаст Здарова пожаловать на канал CryptoGamers В этом видео поговорим про платформу которая называется Snaps Snaps это игровая платформа коротких видео, то есть шортс видео Самый яркий пример такой платформы это TikTok Только TikTok это Web2 приложение а Snaps это приложение Web3 То есть на нем можно смотреть контент зарабатывать, листая просто ленту В этом видео я расскажу про платформу, на чем строится заработок покажу white paper то есть полностью расскажу о проекте и также в конце данного видеоролика советую досмотреть до конца расскажу как получить бесплатно NFT очки за 80 долларов и начать на них зарабатывать абсолютно без вложений по традиции перед началом лайк, подписка и любой комментарий для продвижения контента платформа Snaps уже работает в Google Play и App Store то есть можно скачивать с любой операционной системы это конечно максимально круто, потому что некоторые приложения не работают на iOS системе из-за этого часть аудитории трафика просто отсеивается тут такой проблемы не будет то есть андроиды, iOS полностью поддерживаются разработчики говорят, что социальные сети существуют на трех китах то есть это платформа, пользователи и создатели без контента не будет аудитории без платформы не будет создателей то есть создателей контента тут идет такой сообразный круговорот также в игре будет присутствовать система энергии энергия будет восполняться раз в сутки за активность активность в проекте следующая это посмотреть видео, поставить лайк, подписаться то есть все, что вы можете делать при просмотре шортс видео мы это более детально посмотрим в самом приложении насколько это просто то есть я думаю каждый из вас понимает что какой-то супер запары в этом нет но есть тоже тонкости об этом я расскажу чуть позже в проекте присутствует два токена первый это S&P и S&P S то есть S&P S это утилити токен ну и показана токономика команда проекта полностью открыта если посмотрим их предыдущий бэкграунд из интересных моментов это founder имеет более 6 лет опыта в разработке и продвижении программного обеспечения 4 спортивных проекта входит в топ 10 App Store и Play Market и указано одно приложение это Flash Score если посмотрим Flash Score как раз таки вы видите спортивное какое-то приложение имеет больше 10 миллионов скачиваний и 948 тысяч отзывов то есть приложение мощное но без понятия что это то есть футболом я не увлекаюсь но и в принципе спортивными какими-то мероприятиями кто знает напишите насколько приложение крутое если посмотрим их социальные сети Twitter то есть 24 тысячи подписчиков много лайков, ретвитов и показаны все активные события которые у них происходят за последнее время то есть там листинги на Pancake Swipe и так далее для начала давайте посмотрим само приложение посмотрим на чем строится заработок как его достичь и какая окупаемость у каких очков сколько они могут зарабатывать в приложении есть бесплатные очки которые называются Free если посмотрим тут идет автоматическая конвертация токенов проекта уже в доллары то есть идет расчет суточный если посмотрим очки Free то есть они вырабатывают примерно 0.48 центов в сутки идет ежедневная разблокировка 6,7 процентов и ремонт таких очков будет составлять от нашего дохода то есть от 0.48 это 60 процентов если очки брать Newbie то есть видите заработки выше ежедневный разблок идет 7,1 процентов и ремонт уже будет меньше то есть не 60 процентов а 57 если посмотрим очки которые дают по 31 доллар 86 центов то идет ежедневная разблокировка это 10 процентов и ремонт уже будет 45 процентов то есть ремонт будет намного у таких очков меньше если посмотрим выше то показано до конца раунда осталось 7 часов и 1 минута то есть раз в сутки мы должны будем выполнить все задания и по истечению этого промежутка нам будут доступны наши награды то есть они автоматически будут конвертироваться наша энергия в награды если посмотрим кстати также есть доступные награды которые можно будет сразу продавать в стейбл есть заблокированные токены то есть у них идет разная разблокировка там есть целая таблица именно какой промежуток какие токены будут разблокироваться и от этого можно будет посчитать какая окупаемость у каждого вида очков как вообще получать нам эту энергию то есть видите у меня пока получено 0 энергии и 100 Если посмотрим, тут есть разные задания. То есть задания делятся на какие виды? Первое, это поставить 15 лайков. Второе, это выложить какое-то видео. То есть видео можно выложить любое, там снять небо, не знаю, показать пальчик на экран, да, естественно, без каких-то пошлостей, потому что это запрещено. То есть обычное видео снял, выложил, в приложении есть редактор, максимально удобно там отредактировал и все. То есть задание выполнил. Дальше, это, естественно, посмотреть видео, то есть 20 видео. Единственное, то, что может вызывать вопросы из всех выполнений этих заданий, это рассказать в Инстаграме. То есть нужно будет сделать короткий пост, там есть прям копипаст, то есть там два клика нажал и, соответственно, он тебе в сторис разместил. После выполнения можно будет и сторис, естественно, удалить. Не очень, конечно, удобно, особенно кто Инстаграмом не пользуется, но у меня, благо, там есть 30 подписчиков, там или 40, по-моему, и, соответственно, для меня это как бы сделать несложно. Но, как вы понимаете, это дополнительное привлечение с Web2 на Web3. То есть такой доп-маркетинг. Давайте посмотрим вообще ленту, как это все выглядит. То есть видите, вот такое вот короткое видео. Буквально вот кто-то выложил, то есть я посмотрел, мне уже засчиталось. То есть я поставил лайк, подписался. Вот такое вот еще одно короткое видео, то есть посмотрел, дальше опять поставил лайк, подписался. Потом, естественно, после выполнения задания можно отписаться будет, если, допустим, вам кто-то там не понравился, да, либо вам неинтересен будет контент. Но это нужно для того, чтобы просто выполнить задание. То есть видите, ставим лайки, посмотрели какие-то короткие шорты, что-то зашло, не зашло, ну и, соответственно, дальше листаем так. Ну, лучше, наверное, выбирать какие-то максимально короткие, да, вот типа такого. Потому что тут буквально сколько, секунд, наверное, 20, наверное, в лучшем виде. То есть сразу ставим лайк, досматриваем ролик и, в принципе, все. То есть это что касается ленты. А если потом посмотрим, то есть видите, 10 из 15 лайков мы поставили, дальше 7 из 20 у нас есть по просмотру контента, подписались. То есть это все делается, ну, наверное, не знаю, за минут 10, это прям, наверное, максимум. То есть это очень все быстро делается. И дальше по стечению этого времени мы, соответственно, получим тут награды. То есть спустя 6 часов 57 минут. Дальше на следующий день заходим и то же самое выполняем. Какие очки присутствуют в проекте? То есть можно посмотреть то, что везде показаны расчеты сразу, да, максимально удобно. Но если будем листать ниже, то видим очки, которые не имеют никакой стоимости. Самые крутые это Legend. Они зарабатывают по 105 долларов в сутки. То есть разблокировка токенов 100% и дальше ежедневный ремонт всего 15%. То есть такие очки примерно зарабатывают там в районе 90 долларов в сутки, да, именно чистой прибыли. Но как их получить? То есть эти очки не покупаются, они выкачиваются. То есть мы берем самые топовые очки, которые присутствуют сейчас в проекте. Это спонсоры. Дальше их прокачиваем до 10 уровня и сможем теперь сделать инфлюенсеры. После этого прокачиваем инфлюенсеры опять до 10 уровня и получаем уже следующий grade. То есть такая своеобразная матрешка. Как прокачиваются очки? То есть за выполнение всех ежедневных заданий нам будет начисляться опыт. Это примерно там 25 опыта в день. Это второй уровень. То есть чтобы прокачать любые очки с 1 по 10 уровень, нам понадобится выполнять каждый день задания на протяжении 52 дней. То есть есть таблица, можно посмотреть сколько это примерно нужно опыта. Дальше все в whitepaper, естественно, покажу. Для создания контента платформа Snaps пытается всячески мотивировать разными способами. Первый способ это количество подписчиков и дополнительные бонусы в виде заработка в сутки. То есть 50 подписчиков дает нам дополнительно 0,5% к заработку. Если видео набирает свыше 1000 просмотров, то примерно мы получаем в токенах S&P S 10 баксов. Тут, конечно, не все так просто, потому что создавать контент это нелегко, но приложение новое. То есть конкуренция низкая, поэтому каждый из вас может попробовать заработать дополнительно на вот такой вот теме. Но пока, кстати, я еще на 100% не уверен, что эта функция работает, потому что какие-то функции еще показаны, как это будет сделано, но они еще не работают. В своем телеграм-канале я, наверное, через пару дней отпишусь по данному проекту, именно по вот этой функции работает нет, потому что я пока сам не проверял. Поэтому подписывайтесь, друзья, для того, чтобы узнать более детально вот эту информацию. Что касается NFT, необычный момент то, что каждый месяц в первые дни NFT будет дорожать на 30%. То есть цены, которые вы видели 80 долларов, там 600 долларов за самые дорогие NFT, по идее они будут в следующем месяце дороже на 30%. Не знаю, с чем это связано, почему так решили, но, как видите, в дорожной карте это прописано. И по твиттеру была информация, как раз таки 31 мая было подорожание NFT. Но тут немножко не 30% было, потому что, видите, 60 стало 80, 120, 150. Но спонсоры было 300 долларов, стало 600. То есть тут x2, да, подорожание. Может быть, было какое-то переосмысление именно стоимости всех NFT, поэтому был какой-то перерасчет. Почему я сомневаюсь в том, что за рекламу пока платят. Как вы видите, тут идет запуск рекламного кабинета, именно по дорожной карте. Запуск инструмента аналитики, вовлеченности для авторов контента. То есть, какая-то еще функция не работает в приложении, поэтому, может быть, за счет того, что запуска рекламного кабинета пока отсутствует, может быть, не получится монетизировать наш контент. Но, кстати, интересно, если за этот промежуток мы наберем нужное количество просмотров на наших роликах, они будут сразу оплачиваться потом или нет. То есть, это, короче, момент, который я опубликую чуть позже в Telegram канале. Поэтому подписывайтесь. Что касается токенов, есть токен управления S&P и токен вознаграждения, который называется S&P S. Про токены, в принципе, я уже до этого говорил. То есть, тут добавить особо больше нечего. Про энергию тоже самое. То есть, энергия получается за активности, задания бывают разные. Единственное, то, что стоит упомянуть, то, что минимально в день нужно будет набирать 60 энергии. То есть, допустим, все выполнили, кроме Инстаграма, это как раз таки будет 60 энергии. Наша учетная запись считается активной. То есть, если мы набираем меньше, у нас будут определенные штрафы. Штрафы идут уже в токене управленческом. Нужно будет его там докупать и ремонтировать очки. То есть, тут такая система. Если вы не активный, соответственно, через пару дней система нас начнет уже заставлять либо лайкать контент, либо смотреть видео. Ну и, в принципе, оно и понятно. Если мы купили очки, то хочешь не хочешь, ты будешь сам заходить для того, чтобы окупить свое вложение. В принципе, такая вот эта мотивация, наверное, бесполезная. Для того, чтобы прокачать наши очки, нам потребуется опыт. Опыт мы будем получать за выполнение заданий. За каждое задание будем получать 5 опыта. Максимум в сутки это 25 опыта. Если мы хотим прокачать с 1 по 10 уровень, нам потребуется 1300 опыта. То есть, это примерно 52 дня выполнения каждый день всех заданий. Прокаченные очки будут давать разные бонусы. То есть, начиная с 6 уровня будем получать дополнительно к ежедневному заработку. То есть, 0,5% и так далее. Это что касается прокаченных очков. Ну и, когда вы прокачиваете их до 10 уровня, вы можете перевести уже самые топовые очки в более крутой грейд. И там получать награду в сутки намного выше. Но давайте более интересная тема. Это разблокировка токенов. Тут, друзья, не все так просто. Есть целая таблица. В таблице указаны все данные. То есть, первое это количество дней. Второе это количество токенов, которые будем получать в сутки. СНПС. Дальше, сколько будет уходить токенов на ремонт. И идет процент разблокировки в сутки. То есть, 50, 100, 30 и так далее. Ну и общая сумма, которую будем получать в токенах СНПС. На данный момент у спонсоров окупаемость примерно 30-35 дней. Но тут нужно понимать то, что будет зависеть от рынка. И от вовлеченности аудитории. То есть, чем больше будет народу, тем окупаемость может быть быстрее. Чем меньше будет народу, тем окупаемость может быть выше. То есть, есть, естественно, факторы, на которые стоит обратить внимание. Если кто-то не понимает, как работают таблицы, есть более простой вариант, текстовой. То есть, тут расписано, как это все работает более детально. Ну и про каждый вид очков есть свои таблицы. То есть, посмотрите, какие вам очки понравятся. Такие можете обратить внимание. И дальше посмотреть уже по таблице, какой будет профит. Советую, друзья, для начала скачать приложение. Дальше получите бесплатные очки. И сейчас идет ивент от разработчиков, где они дают бесплатно очки, которые называются Ньюби. В таблице они стоят 60 долларов, но по факту на данный момент они стоят 80 долларов. То есть, на них вы можете зарабатывать, получается, без вложений. То есть, такие очки дают пока бесплатно. Ссылку на форму я оставлю под описанием. То есть, это совет базовый. Кто хочет, попробуйте, как это работает. Если будет интересно, можете уже выбирать какие-то себе более интересные очки и на них зарабатывать. По проекту все. Пишите ваше мнение. Лайк, подписка. И удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...